всем здорово я представляю себя как саксик да представляю свой аэропорт тут у нас проход пункт проверки в котором есть камера который показывает холл все тут показывает лестницу на подъем к вертолету тут у нас показать с кухни камера и тут главное вход тут у нас дверка крутящиеся рабочие компы сказал рабочий новая вот этот хоть заработай а я вспомнил запчасти с китая так а это наш самолет вся гордость самолет r34 тут у нас кухня сама вот проход к вертолету поднимаемся на вертолет да блин вот поднялись на вертолет вот летаем тут спускается он на ракет и поднимается тоже на ракет ой вот наша гордость всего моего друзей всего построй корабля ни с кем не связываюсь ладно вот он тоже на шариках механизм как делал ух он летает спускается тоже на ракетах поднимается тоже еще он умеет делать ничего он у нас умеет падать предложил его другу сделать башню близнецы он отказался как это большой грузовой самолет цеха 47 правильно да американский вертолет может перевозить у меня машины мы пробовали с другом как бы две машины перевез все хорошо работает это у нас крепление тут чтобы зацеплять машину вот тут у меня водитель у нас водительская это пульт управления хоть хоть как называйтесь и тут бы еще поставить кому ж не помешает тоже на шариков но потому что это выгодно открывается задняя дверь с нашего с нашей кабины вот она вот эта кнопка и вот она открылась ну тут уже управлять колесами а это чё за кнопка привет и гейм сегодня я тебе покажу как я хочу мне покажу так что я хочу с помощью пупслана я хочу маку это маку маку Это просто. Это тип приложения. Потом, когда мы его выключаем, но я его еще не доделал. Когда мы его выключаем, у нас опять появляется вот эта картинка и выключается. Теперь что у него внутри? Сначала я его уберу, наверное, для этого вот этот вот шпак. О, оно мешает. Убираем. Блин, заново загрузить надо. Оно быстро загрузится. У меня их три. У меня их три пока. Блин. Так вот. Все загрузилось. Что у него внутри? Главное, что лишнее долить. Так, все. Вот у нас есть вот такие от разъемов плата. От нее идет сюда провод. И это включено к материнской плате. Потом тут есть еще кнопка включения. но это просто кубик. Тут есть вот так вот. Тут есть вот такие всякие платы. Материнская плата. Такое. И тут есть платы с памятью. Тут два гигабайта. На вот этих платах. И есть еще вверху такая плата с оперативной памятью. У нее тут один гигабайт. Терабайт. То есть не терабайт, а пять гигабайтов. То есть шесть. И шесть гигабайтов оперативной памяти. Второй компьютер у нас будет тоже вот такой вот со системным блоком. А вот этот компьютер. Он уже встроенный. Тут у нас геймерский компьютер. Он будет загрузиться немножечко подольше. Он у нас еще не загрузился. Но он прям очень мощный. И он прикольный. Тут есть вот такой компьютер. Что-то внутри. Вот тут вот. Сейчас покажу. Тут есть клава. Тут всякие цвета подсветки. Тут есть блок питания. От него провод идет. Тут тоже есть такое вот. Тут разъемы тоже. Тут флешка для клавиатуры. Тут штука, через которую воздух охлаждать. и выходит. Потом. Тут два терабайта, два терабайта. Но он игровой, он очень мощный. Тут есть вот эта тоже есть. Материнская плата. Тут вот такое. И внутри тут есть еще вот так вот. Сейчас мы тут у нас тоже есть такая вот штука. И охлаждение. Вот такое вот. Так. Идем сюда. Сейчас будем его включать. Включаем. Сначала включается системный блок. Потом у нас включается экран. Потом у нас включается клавиатура. И работе стол появляется. Это Windows 11. И так же мы выключаем. Сначала выключается системный блок. Потом у нас клавиатура. Потом экран. То есть экран, потом клавиатура. Вот. Сейчас он задвигается, выключается вот так вот. Сейчас будет последний компьютер. Это будет ноутбук уже. И внутри, блин, где-нибудь загрузи. Сейчас, подождите. Вот, все загружается. Сзади тут ничего нету. Тут клавиши есть, тут есть клапка включения и тут на клавиши вот нельзя тыкать. Но что перед тем как тыкать, надо сначала компьютер включить. Тут еще пропеллеры, вентилятор есть, охлаждение. Мы включаем его. Все, мы включили. Вот эта кнопка, ее сейчас можно тыкнуть. Это у нас подсветка. Там работе стол, Roblox Studio, Roblox и Minecraft. Потом у нас есть экран смерти. Сейчас я покажу, что у него внутри. Сейчас я баги сделаю. Так, не получается. Раньше получалось. Ладно, будем без бага. Тут есть вот так вот. Придется вот так вот. А то клавиши тут мешают. Тут есть вот эта вот плата есть. Тут у нас 100 гигабайтов, 100 гигабайтов, 100 гигабайтов и 1 терабайт. Так, вот тут все. Это все. Пока. Привет, ух. Я сделал грузный лайнер под названием Бандура. Бандура. Нет. Тут у него есть 4 этажа. Первый этаж для автомобилей. Второй этаж. Находится там бар. Вот можно посмотреть здесь. Там находятся каюты. Тут капитанская рубка. Вот так называется. Тут бассейн, только с которым можно прыгать. Игла. И есть лежаки, в которых можно подъезжать. Так. Тут у нас так открывается, допустим, люк. Не знаю, как называть правильно. Так. Есть такая штука, чтобы автомобили сюда могли заехать. Вот. Открываем. Тут очень много лампочки для хорошего освещения. Сюда может загнать любую машину и желательно прикрепить ее на клей. Так. Тут у нас барик говорил. Тут вот эти приключатели. Открывается тут свет. Включается. На третьем этаже тоже. Тут у нас выход на нос нашей Бандуры. Тут площадка пьяхо-рекуптора. Немного тут. Вот третий этаж. Тут есть диванчик, на который можно присесть. И есть телек. Так. На довольно-таки большое расстояние, чтобы не бросить глаза. Пошли дальше. Тут у нас находятся каюты. Это первая каюта, если что. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Так. Тут есть свет. Можно включить выключить в этих каютах. Свет. Надо электричество экономить. Тут у нас находится туалет. То есть сам туалет, туалетная бумага и экран. Капитанскую уродку, которая находится за этим перепадом, в последнюю очередь. Тут у нас, как я уже сказал, бассейн. Шарик, его можно не прогодить. На бассейн в подазе. Страшно. Вот. Можно прогреть на грудь. И так подниматься. Или же позагорать на солнышке на лежаке. И вот ещё можно забраться. Тут, на горбу. Те, кто знает, как можно делать, что тут можно было превратиться. Можете кого-то. Одну ферму. Одну ферму. Так. Все пошли в капитанскую руку. Тут. Пусть покажет. Ничего нет. Практически. Потом оно будет. Надеюсь, если я не обледнюсь. Эх. Ну, пока что. Этот рычажок отвечает за заднюю дверь. Это упускает... Штуку. Пускай штука будет. Чё он ездит? Много местом занимается и на нём никуда не заедешь. Ммм. Ммм. Не забыть. Ну, в принципе, на этом всё. Ммм. Пока. Привет, Тух. Я построил... Ну, такую трассу небольшую. Не хватит мне бетон немного на... На ограждение. Ну, ладно. Допустим, с ограждением. Я делал вот такую вот... Болит. Формула-1. Он едет очень быстро. В этот раз не очень удобно. Есть ещё другая, я её покажу попозже. Вот. Допустим. Допустим, как раз ронечная. Так можно проехать. Вот такой прыжок. Тут надо бы включить... Это ускоритель. Вообще, я тут в прыжках, вот. Есть ускоритель, но у меня красный. Надо его включать, чтобы... случайно не перетернуться. Ну, в принципе, такой круговой заезд. Я покажу ещё один трек, он тоже без этих награждений. Вот такой, так скажем, круговой. Сейчас... Отгоним этот болит. Второй. И вот так вот можно круги нарезать. Можно придумать определённое количество кругов. например, 20, не знаю. И кататься только по кругу с другом. Болит сам по себе довольно-таки быстрый. И я красиво... Ни-ни-ни. И за довольно-таки короткое время у меня получилось где-то за... Наверное, полчаса. Сделать... Такой круговой не болит. В этом всё. Пока. Привет, Тургеймс! Я тебе снова отправляю видео. Надеюсь, я снова поводу ролик. Сегодня я тебе покажу мой самолёт новый. Вот такой у меня самолётик получился. Я его сделал уже побольше. Он, я бы сказала, на большую высоте. Поэтому мне ещё придётся очень много выбирать звуков. Сейчас они загрузятся. И да. То есть, вот можно просто... Да, и самолёт падает. Я делаю так уже. То есть, вот самолёт сам. То есть, есть кабина пилота маленькая. Вот, кстати, вход. То есть, тут очень много мест. Поместится даже очень много человек. Здесь какой-то праздник будет. И ещё тут много мест. И вот сама кабина пилота. То есть, вот двигаемся. Где-то мы... А на чём мы стоим? Ладно, погнали. Ну, и самолёт может двигаться. То есть, вот так вот. Крутиться, вертиться. Что-то делать. Ну, самолёт, короче, прочный. Потому что он сделал из полных блоков. А некоторые, я бы сказал, даже он. Двойные блоки. Поэтому этот самолёт очень прочный. По сути, на нём можно пройти весь бунт и болт. Но двигателей не на всю дорогу. Это, понятное дело, хватит. Но хватит. Но можно пройти, потому что он может крутиться. То есть, если я отключу двигатели, он может крутиться. Как-то самая фармливая штучка. Кольцо обозрения, я бы сказал. Я её вот так называю. Ну, а сейчас я покажу следующую постройку. Возвращаемся к себе на базу. И отключаем двигатель. Следующее у меня постройка Титаник. Титаник из будущего, я бы сказал. Потому что в нём есть телик и четыре места для посетителей. Четыре компактных места. Для тех, кто не смог занять комнату, у них есть диван. Ну, а сейчас я залезу. Он тоже на масле. То есть, сейчас я его отключу и он уже может двигаться по сути. Нарезаем на лесенке и удобно. Пойдём обзорвивать. Четыре компактных комнаты. Столчик со столом. Кровать. Телевизор. Таких ещё три комнаты. Есть небольшая кухня. Есть в ассортименте бургер и пицца. Пицца у меня такая. С мясом. Я попозже мясо добавлю. И лесенка. То есть, на второй этаж. Тут ещё две комнаты, о которых я говорил. Ну и сам большой телевизор с диваном. Да, его как-то надо перепрыгнуть. То есть, да. Ну а сейчас я покажу кабинку пилота. Она вот такая. То есть, ей просто кресло и всё. Титаник двигаться может. Вертеться. Крутиться. И да. И всё. Мы можем двигаться и пить. Да. Но у меня некоторые проблемы с бургером. Он у меня иногда вылетает из корабля. Из бортая. Потому что, по сути, он должен закрепиться. Но я его уже закрепила. Он вроде уже не должен был вылетать. Титаник непрочный. Так как он делал из плоских блоков. Что бы вам ещё показать? Давайте я посмотрю. Дом я вам показывал. Бургер у меня не доделан. Ресторан. Ну, ресторан тоже давайте покажем. Если, конечно, можно. А вы такие, нет, нельзя. У меня это Макдональдс. Я хотела ещё сделать. Но там уже кухню я делал. То есть, это сам Макдональдс. Тут показывается меню. Меню, которое готово. Которое готовится. Тут была дверь. Но из-за багов я её пришёл всё долить. Есть автоматы. На которых ничего нельзя делать. Ну, и много места. Как-то так. Но у меня за картой есть ассортимент этого прекрасного Макдональдса. Кто-то мне там звонит. Я забрасываю. Бургер. Картошка Фрейн. Поднос. Ну, какой-нибудь напиток. Чизкейк. И шоу-руна. Ну, или её как там называют. Я не знаю. Но, похоже, я думаю, это шоу-руна. Я думаю, что мне больше нечего показывать. Я ещё буду дальше стрелять. Но я надеюсь, тебе будет всё окей. А с вами был Солова Бана. И давайте перейдём к следующей постройке. Привет, ух. Я сделал такой танк по типу АМХ-13. У него крутится башня. Есть такой декор. Небольшой. И прикольный гонист. Возьмите я сделал. У него, подсобращать внимание, круглая. Было. И вот можно какую-нибудь игроку подъехать и запустить его в космос. Вот. Например, вот этот велик. Они уже сел. Ну, короче, мощный танк, можно сказать. Вот таки. Получился. Можно из него ещё сделать... Хеликоптер. Сделав вот так. Хе-хе-хе. Я не знаю, правда это или нет. Мне кажется, то, что дуло становится длинней. Хе-хе-хе. Ну, в принципе... Эй, он танки... А! Забыл. Забыл. Совсем забыл. Ту-хе-хе. Ту-хе-хе. Тут есть... Ну, пушка эта, снежная. Он взял дым. И также это место для пассажиров. Ой. О. Вот. Ну, на этом всё. Ту-хе-хе. 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 Ту-хе. 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 Ту-ха. Ту-хе. Всё.